дорогие мои друзья всем привет продолжаем нашу рубрику не суди других ну или суди других сегодня вот какую историю хочу рассказать я эту историю на дзене прочитала на яндекс дзене где-то наверное больше двух лет назад но как-то вот она меня цепанула как-то она мне запомнилась эта история вообще принципе не любитель читать вот эти вот собранные на коленке статьи из разряда там муж бросил жену жена бросила мужа и дальше там идут какие-то опусы школьников попытки там 100 рублей свои заработать но тут я посмотрела это был блог ну там скажем так никого живого человека там до который там свои фото поиски свои видео поиски хотя бы выше вероятность что это правда живой человек правда истории там из его жизни они скомпилированные на скорую руку там на коленке вот смотрите что там за история была парень такой нарциссичный достаточно самовлюбленный такой который себя больше позиционирует как волк-одиночка да ему где-то наверное лет 30 может 30 небольшим было не из москвы из какого-то регионального цену областного центра и значит что это было за статья он как-то так и и назвал что-то из разряда отдам девушку в хорошие руки ящу дучит вообще а там на самом деле очень такая добрый статья получилось вот в чем смысл был но он такой весь типа мачо кабелина такое да девушки на него внимание обращают все у него супер и где-то случайно в клубе как обычно там какая девушка в него влюбилась в общем стала к нему интерес проявлять в итоге уснули у него они проснулись у него и какая-то там небольшая история закрутилась девочка девушка вот это вот оказалось хозяйственное у него там все убиралась готовила и так далее сразу попыталась подружиться с его родителями него там папа болел по-моему она как-то из папа общий язык тарас на хоть но он не жил с родителями но как бы видел с ними с родителями подружиться с друзьями его подружиться то есть такая вот хозяюшка такая вот вся суетливый и так далее но и внешне кстати ее фото разместил вот такая вполне приятная брюнеточка стройная да то есть ну как бы не вот там вау бомба но вполне вполне такая милая девушкам там помоложе его то есть несколько лет 25 наверное было ну да ему где-то лет 30 или 25 ну или там плюс может пару лет а вот в общем какое-то время у них вот эта вся история шла она старалась как могла но он так ни два ни полтора уме отношений серьезных не хочет и к ней у него каких там чувств нету причем как он сам формулирует почему чувства нет вроде и красиво не старается и как он писал все в интимной сфере его устраивала потому что она действительно прям по всем фронтам старалась и убирала и прям вот в рот ему смотрел и в общем-то идеально идеальная женщина была как он самый позиционирует но ему хотелось искры ему хотелось стервозинки ему хотелось чтоб она вот раз вот и чем такое выдала да то есть недостаточно видимо его там в предыдущих отношениях как-то я не знаю там за стервозе лечу такое ему выдали но в общем скучал он с этой дамой не очень ему хотел с ней отношения продолжать и он уже в открытую начал ей говорить но типа ты не рассчитывай у нас с тобой серьезных отношений будет вот я как бы типа такой свободный волк одиночка я понимаешь тебе нужна семья то есть там видимо начались разговоры из разряда дело не в тебе дело во мне но вы знаете да как обычно это бывает в общем он ее аккуратненько начал сливать сливать в итоге все-таки слил она со слезами с соплями уехала на свою квартиру то есть она до этого она проп с ним жила она сколько-то месяцев с ним прожила по моему даже почти год там прилично они так пожили со слезами с соплями ушла но все равно сама же его попросила чтобы она с ним могла остаться друзья над к ну да окей друзьями так иногда там переписывались да ничего такого с родителями его она продолжала отношения да то есть смотрите стратегия то какая то есть как могла в общем все был второй виток она чего-то там куда-то поехал на юга из югов подарки привезла его родителям значит и попросил его это меня встретил так все тяжело и там родителям отдал подарок дам подарки и как то душевно они так посидели там у его родители в общем на какое-то время она опять получилось у нее пробить оборону его на какое-то время еще к нему переехать также для него суетиться стараться она значит ему все равно стало скучно он все равно ее слил и в общем то вот в этой точке он написал эту статью посыл статьи что девушка офигенная вот для отношений хозяйка а стройная коммуникабельная простая вот прям вот но ей нужны серьезные отношения поэтому если кто из вас вот хочет вот прям пишите мне в личку я дам ее телефон прям я от души на полном серьезе никакого тут подвоха нет и так далее я статью прочитала вот я вообще ну редко вот такие материалы пишу комментарии единственно когда вижу хороший материал меня времени нет а я просто ставлю лайк и я пишу тип там ну спасибо вам ценный материал там желаю успех то что я понимаю что это просто к каналу в карму некий плюсик будет положительный комментарий и лайк да то есть мне не жалко я пишу это но вот длинные опусы я не пишу нет у меня на это времени а что тут меня торкнуло я этому парню в комментариях пишу говорю вы как бы здорово что ее так позиционируете как некую такую там девушку для стабильных отношений но зачем бы в начале статьи написали что вы с ней там чё как так некрасиво там так было написано типа познакомились в эту ночь в клубе сразу собственно она у меня и замочевала в эту же ночь я говорю ну вот может быть не каждому мужчине понравится вот такая вот девушка которую в первую же ночь ночует там с первым встречным после клуба может он не захочет ее для серьезных отношений рассматривать этот парень так как тут сразу ответил такой ой да как бы вы правда я смотрю он правда потом я не поленил зашла еще он правда подкорректировал статью он как-то аккуратненько так ведь его то написал что познакомились сошлись там как стали жить вместе то есть то есть человек вроде как и правда с искренним посылом он хочет устроить ей личную жизнь как он сам написал его девушка это читала эту статью в целом ей все понравилось и она даже не против чтобы он вот ей вот так вот парни искал причем там знаете там такая дискуссия под этой статьей разгорелась и на парни на этого наезжали то что ты там скотина такая да как ты с женщиной поступаешь и на нее кто-то наезжал кто-то ее жалел бедняжка ради любви она переступала через себя она там значит как могла терпела но вот все таки вот не смогла выиграть в этой партии ну там прям опусы народ душевные очень такие писал а вот я смотрю на всю эту историю во первых мне кажется что раз она действительно в него цепилась руками и зубами то она реализует достаточно распространенную стратегию нас на просторах снг в частности у нас вот эта женская стратегия удержания мужчины она была и будет это это действительно основанные на все прощение основанные на закрывании глаз на розовых очках ты мой мужчина мне не важно где ты шлялся ты пришел ко мне и я этому рада я все стерплю я пережду тебя там утром пьяного из клуба дождусь и так далее самое главное приходи ко мне мне кажется она зацепилась за эту стратегию и она с нее не сходит да он ее слил но она зацепилась хотя бы в статусе подружки давно мы же друзья мы же близкие люди о чем ты и как раз вот то что она играет но я не против чтобы ты мне кого-то искал ладно хорошо она просто ему подыгрывает понятно она хочет чтобы он может быть чуть поревновал и опять же она все равно с ним хоть какую-то коммуникацию поддержит мне кажется она вот она не ничего там в этих отношениях не осознала и нет у нее там ощущение того что как-то гордостью растоптана да что там уйти забыть эту историю уже все начать какого-то другого мужчину свои ресурсы складывать у нее этого лет как она сидит как раз еще в этой истории по поводу того что она переступала через себя и так ей тяжело было а мне кажется это знаете как это такой случай она не приступал через себя я вот уже на дзене как-то писал статью на эту тему у каждого своя планка гордости понимаете у каждого свои представления о достоинстве о личных границах о том что можно и нельзя у нее просто ну нет этой планки может она жила с мамой там который например терпела да что же мне все какие-то подсказки выскакивают с мамой который терпела вот такого-то отношения отца может сидит у нее установка что ну как бы если мужик понравился надо терпеть нагуляется и все равно ко мне придет может быть принципе не очень у нее вот это вот тема самоценности до самооценки как таковой уважение к себе любви к себе не тревожит ее это тема ну не болит у нее она считает что так можно что так нормально там там мужик в открытую сливает чуть ли не продает там до твои контакты вот он про тебя пишет что ты как бы ну так без перчинки да вот он же прям пишет прямым текстом мне гордости в ней не хватало мне характера мне не хваталось может тем прямым текстом говорит а ты как бы нормально да божья роса ну чё нет пойдем дальше и как я не считаю что она ломается если бы она ломала себя то она бы а какое-то время старалась но потом она оказалась топ там поплакала поревела и пошла в другую жизнь другие отношения а здесь видимо это на ее планку на ее уровень гордости ей нормально вот так бегать уговаривать ждать в каком непонятном статусе и прочее поэтому я думаю она в этой истории далеко не жертва и никакой он там не не ну конечно парень такой где-то садистичный где-то абьюзивный и так далее но она делает добровольный выбор оставаясь с ним отношениях он фактически же уже выпинывает выпинывает уже несколько раз выгоняла она все никак не уходит ей нормально в этой роли в этом статусе может быть когда-то там пройдет сколько-то лет и она что такое пересмотрит а пока она вот к этому готовы она себя не ломает она живет так как умеет живет так как считает нужным в общем вот такая история друзья мои делитесь вашими мнениями что вы думаете по поводу вообще всей вот этой затеи пристраивать девушку хорошие руки по поводу вообще того как она пыталась удерживать этого парня может вы с чем-то подобным своей жизни сталкивались и пишите также в комментариях ваши истории может быть вы хотели чтобы я что-то на своем канале обсудила и разобрала всем пока всем до скорых волнующих встреч